Айти-подкаст Две столицы Я пошла в Айти Ты сейчас так всех нас айтишников Немножко Спасибо, спасибо Айтишники были умные Скажи, ну вот Ну я, знаешь, я же так себе айтишник Я вас не знаю Сидите там сайты делать Значит, я молодой парень Закончил институт Или еще даже не учился в институте А просто думаю, что хочу попасть в Айти Потому что я не такой умный, как те, кто делает космос Есть два пути Чуть-чуть менее умный Да, чуть менее Значит, или институт, а потом Айти Или, скажем, курсы какие-то И потом попасть в Айти Вот ты когда рекрутингом занималась Дает ли преимущество институт? Не дает, берут ли вообще на работу После курсов, а если берут, то после каких и кого Не можешь нам немножко рассказать на эту тему Чтобы кто-то для себя решил, в каком случае чего выбирать? Да, я постараюсь, по крайней мере, достаточно четко рассказать Ты сказал, что есть два варианта Когда кто-то выбирает университет или выбирает курсы Я считаю, что когда есть только два варианта Это заведомо ложные варианты Всегда есть их достаточно много И бывают разные опции И очень много играет, в принципе, желание и энтузиазм Есть примеры, когда кандидат узнает все самостоятельно И он прошаривается намного быстрее и лучше, чем те, кто учился в университете Или заканчивал какие-то курсы Но если идти по какому-то определенному алгоритму То IT-шных сотрудников можно разделить на технические специальности И более гуманитарные специальности И да, в большинстве своем, если это техническая специальность, специализация То сначала кандидаты, сотрудники заканчивают школу Потом они идут в технические университеты Нет, слушай, тот случай, когда человек даже школу не смог закончить Мы вообще не рассмотрели Бывает Но есть, в общем, алгоритмы, ты меня сбиваешь Понимаешь, я когда про алгоритмы говорю Мне нужно просто говорить и меня не перебивать И получается, ты заканчиваешь школу, идешь в технический университет Выбираешь определенный факультет И, как правило, уже на втором, либо третьем курсе Ребята начинают искать для себя работу Либо стажировку, либо постоянную работу На которой они могут на полставки приходить В общем, работать по 4 часа И это очень хороший, правильный вариант Потому что, начиная работать, они сразу вбиваются в кухню И они как-то в университете понимают, какие знания применимы Для них такие знания Не настолько полезные, чтобы устарели И они сами включают свои мозги и начинают уже работать Они просто получают информацию Вот, это такой стандартный путь Есть пути, когда ребята, например, заканчивают ИНИАС Но потом понимают, что английский язык Или другие языки не приносят им больших денег Или вовсе их туда, в ИНИАС отправили родители И они начинают проходить дополнительные курсы Так часто, опять же, не буду говорить, что это всегда Я очень как-то стараюсь избегать категоричных заявлений Но бывает, что они идут учиться на курсы ПИА И из них получаются очень неплохие, даже хорошие тестировщики Потому что тут они учились на преподавателях Которые должны все проверять А тут бабки, они тестировщики Так что рекрутер обращает всегда внимание Если стандартно, то ты смотришь сначала Если в контакты в резюме вообще Потом смотришь на... В смысле, в контакты в резюме? Это что значит? Бывает такое, что ребята не указывают ни телефонов, ни почвы Ничего, это какое-то понадимение с ним Ну, ты должна найти их сама Ну, трудно найти, легко потерять Очень сложно, конечно И просто рекрутер обращает внимание на образование Соответствует ли оно профилю или нет Если оно не соответствует профилю То дальше мы ищем уже какие-то курсы Которые бы подтверждали хотя бы то Что человек начал развиваться в том направлении Которые вот он сейчас заявляет себя Либо и плавится Вот, если и курсов нет То тогда ты смотришь на опыт работы Ну, ладно Если уже там и университет, именно другой И курсов никаких нет И языка нет То, наверное, же он работал где-то в похожем месте Если и опыт по работе использования То кандидат будет полно не доступен Вот, я, наверное, немножко отошла от темы Если я куда-то... Да, слушай, я правильно понял Ты просто скажи, когда нам можно говорить И мы продолжим Ну, ладно, говорите Да Правильно я понял, что сейчас в IT Такой самый распространенный способ попасть Это либо идти HR-ом Это что-то гуманитарное Ну, или там, рекрутером Либо идти через QA-тестирование В QA через HR Ну... В QA Не, ну не в QA через HR А либо HR-ом для девочек Либо в QA для мальчиков Девочки тоже идут в QA То есть в большинстве своем Достаточно много оптиков И достаточно много ребят И кладут действительно на позиции тестировщиков Ну, так а в итоге нужен институт-то сейчас вообще Или курсов будет достаточно Вообще, насколько важна вот эта прописочка Да Вышеобразование такое-то, такое-то Мне ответить субъективно или как-то обычного? Нет, тебе ответить по-честному С максимальным реализмом, конечно С максимальным реализмом В идеале, конечно, хорошо, чтобы было какое-то, да, подтверждение того, что ты где-то отучился в специализированном вузе Если этого нет, переходим к второму варианту Желательно, чтобы эти знания были получены где-то дополнительно на курсе Если ты не смог отучиться в университете Или если ты, в принципе, не учился в университете То знания должны быть получены где-то дополнительно Как подтверждение Слушай, а как вот понять, сколько я стою? Окей, я закончил институт и курсы Я себя там как-то оцениваю Как назначить цену? Потому что, ну, такой, в IT вообще на вакансии не принято писать Сколько там предлагают Там спрашивается, сколько ты хочешь Как понять вот эту цену, вычитать, чтобы не продешевить и не заломить А мы сейчас говорим о специалистах начального уровня Или уже специалистах А есть разница? Давай прокомментируй, если есть разница Конечно, безусловно Есть разделение, есть грейды в IT-компании Думаю, все про них знаем Это Junior, Middle, Senior, Expert Или там же далее, Lead, Head Вот, и, конечно, грейды придуманы не просто так Они завязаны не только на зарплате, как ты думаешь Если ты получаешь высокую зарплату Или ты очень более высокую зарплату Ты автоматически растешь по грейду Они завязаны на уровне твоих знаний и на опыте Которые ты получаешь Возможно, ты можешь быстрее прокачать свои знания И как-то намного быстрее, что ли, свой опыт взрастить Когда ты участвуешь в моих проектах И, соответственно, ты можешь повысить свой уровень Студя из этого Ну так в итоге Хорошо, да Как попросить денег-то побольше Как не продешевить Когда ты Junior, я считаю, что можно хвататься за любую возможность получить опыт Конечно, выбирая по себе работу И выбирая из того, что тебе нравится И здесь главное не продешевление Будет в том, что ты выберешь хорошую проходящую компанию Из тех, в которых у тебя есть возможность выбрать И компанию, в которой ты получишь опыт И опять же про деньги Если мы хотим узнать, сколько я как Junior могу получать То, по-моему, достаточно посмотреть на ожидания Ожидания других кандидатов На тех же ресурсах Нет, а как я посмотрю ожидания других кандидатов-то? Я же их не знаю Я пришел в компанию Когда ты апплаешься на какие-то позиции Либо когда ты ищешь сам работу Ты ведь размещаешься на каких-то определенных ресурсах Для тебя возможно А, ну то есть я понял Типа на хантинг Да, ты смотришь В принципе, есть куча статей В которых указано Какие в среднем зарплаты В белорусских компаниях Какие в среднем зарплаты В России Будем рассматривать, так как я из Баруси Будем смотреть, что Средние, в принципе, зарплаты Когда ты считала, что 500 долларов По 500 Всем выдаем Вот Сейчас мне несколько низа Когда ты взумер У тебя нет никакого опыта Думаю, что претендовать сразу на зарплату В 500 долларов Было бы кощунски Значит, переоценивать себя Конечно, можно ее запрашивать Если ты супер Супер-супер-купер Вот Но Изначально Я думаю, что стоит стартовать С 400 Это, я говорю, про Минск Это, я говорю, 340 Вы хотели цифру Вот вам цифры Отлично Слушай, а как ты вот считаешь Круто сразу Джуниором Стартовать большой компанией Или все-таки Обзавестись какими-то кейсами И уже направлять более прокачанную свою вакансию Ты имеешь в виду Где лучше начинать работу свою, да? Где стартовать? Да, да, да Тоже все зависит от Наверное, от специализации Я могу рассказать на своем опыте Предположим, если бы у меня была возможность Раньше До фургейминга Поработать В небольшой компании И, например Выполнять все обязанности И вести проекты Как HR А потом прийти в фургейминг Мне бы было легче Потому что Я бы понимала Как это работает На небольшой структуре И могла бы Какие-то кейсы Уже приемлить В большой компании То есть Мой собственный метод Который, я считаю, лучшим для меня Это от Частного к общему Когда мы идем От чего-то небольшого К чему-то более глобальному И уже готовы Вот Часто говорят Что можно Свою карьеру Как-то наращивать Если ты начинаешь С большой компании Начинаешь джином Растешь Вне течения Предположим Дюйвер Переходишь В небольшую компанию Занимаешь Более серьезную должность Там тоже растешь И потом Та же большая компания Либо какая-то другая Хантит Да, уже не на джинерскую должность Там Опозит все Мировые Эксперты Часто этим пользуются Атом И часто делают так Скажи Окей Я определил Сколько я хочу денег Хочу отправлять резюме Дай таких Пять главных советов По резюме Айтишникам Чего там нужно писать Чего там не нужно писать Пять вам Резюме айтишника Ну Хотя бы Чтобы Это резюме Было не в Excel Очень хотел Было и такое Да Слушай А сколько Вообще Креативить нужно В резюме Если ты Не Креативный Менеджер И не имеешь Креативный Кластер То Желательно Не креативить А то Тебя заподозрят Еще в лишней креативности Вот Это не самое Полезное Когда это Не подходит Вот где наши проблемы С тобой главное Как всегда Мы слишком креативные Да Это Не подходит То есть Если это Рутинная работа То Пожалуйста Делай Рутинный Режим Вот так Обычные Самые Ну Хорошо Пять Главных Пунктов Которые Обращают Внимание Рекрутеры И которые Нужно Оказывать В резюме Да Желательно Чтобы Резюме Было Удобоваримым Виде То есть Это не Excel Это может быть Либо Word Либо PDF Либо JPEG То есть Желательно Какие-нибудь Какие-нибудь Форматы Которые Открываются На всех Компьютерах Вот Это первое Второе Чтобы В резюме Как я уже Говорила Были Обязательно Контакты Потому что Участую Если это Большая Компания И День Рекрутеру На 5 10 Вакансий Которые Он Одновременно Приходит Под 100 Чем-то Откликов У него Времени На Просмотр На Скрин Твоего Резюме От 3 Секунд До Минуты И Когда он Уже Не находит С самого Начала Контакта В твоем Резюме Он Начинает На тебя Злиться Так Что И Вряд ли Только Если у тебя Какой-то Супер Экстра Выдающийся Опыт Тебя Будут Искать Контакты Второе Это Четко И Структурирована Изложенная Информация Начиная От Университета По Заканчивая Опытом Работы Четвертый Пункт Это Желательный И Я Рекомендую Его Всем Желательно И Обязательно Указывать Не Свои Функциональные Обязанности А Указывать Проекты И Читки То есть Твои достижения Добился А чего ты делал Да Твои достижения Потому что Одно дело Что ты передвигался А другое Дело Что Благодаря тому Что ты передвинул Стол Всем Стала Работать Я То есть Ты мог Передвигать Его Сколько Укодно Никому От этого Ничего Хорошего Не Было Вот И Пятое Это Краткость Не Нужно Присылать Редюмены На Десять Страниц 15 13 Пробегается По листочкам Видит Меня Как бы Ему удобно Меня увидит И вроде как Дает Видит Фотографию Следующий вопрос Кстати был Стоит ли Фотографию Прикладывать И стоит ли Прикладывать Мою фотографию Можно приложить Можно просто Односто Резюме Моя фотография Пускай Симпатичную Я Диме тоже Сам Прикладываю Мою фотографию Прикладываю К больным местам Прикладываю И Выключишься Да Окей У меня еще вопрос Вот такой А вот Как можно Без резюме Попасть В большую компанию По-любому Есть такие прецеденты Когда Человек За какие-то Супер достижения Попадает Вот на твоей практике Были такие случаи Да конечно Без резюме Попадают Кандидаты Уровня Выше Уровня Синер Эксперт Это те люди Которые известны В принципе На рынке В игровой индустрии В IT Индустрии И Те люди Которых Хотят Взять В компании Уже даже Не рассматривают В принципе Резюме Потому что Они наслышаны И результаты В общем Не твой случай Я понял Но конечно Есть другие варианты Не то чтобы Совсем без резюме Но практически Во всех Группных компаниях Действует Реферальная программа К слову Компания Вергейминг Она Достаточно Хорошо Развита И Несмотря на то Что она запущена Не так давно Она действует И На мой взгляд Очень Проработана И Можно Попасть В компанию Если На тебя Дали Хорошую Рекомендацию Хотя бы С какими-то Минумальными Данными Тебе Пообщавшись То есть Обязательно Если тебя Порекомендовали С тобой Свяжутся А если Смотри Дима Кто-то Попадал В компанию Извини Я не услышала А как Как Диму Кто-то Попадал В компанию Через Постель Но я говорю Что Дима Не через Мою постель Поэтому Я не могу Ничего Сказать У меня Нет Идей Вот Может быть Кто-то И попадал Но я В свое время Жаловалась Что у меня Практически Ни одного Мальчика Не было Так что У меня Особенно Окей Мы написали Крутое резюме Мы знаем Сколько мы стоили На это резюме Обратили внимание И предлагают нам Сначала Созвониться Обычно Сначала Рекрутер Разговаривает Если проверяет Типа Я так понял На адекватность А потом Уже Следующий Звонок Ну там С тем лидом С тем отделом Куда берутся Той командой Вот как Вести себя На этом первом Звонке Проверка На адекватности Как вести себя На втором Звонке Может что Спросить Перед этим Как подготовиться Слушай Ну ты совершенно правильно Говоришь про адекватность Нужно вести себя На адекватность Это мой совет Вот И я кстати Хотела сказать Что один Дима Такой серьезный Он идет точно По вопросам А второй Дима По шуточке Запускает И я Иногда теряюсь Что я должен Сейчас делать Отвечать Структурированные Или шутки шутить Вот Но Хорошо Структурированные Шутки шутить Окей Это наш стиль Отлично Вопрос Как вести себя На собеседование С рекрутером И с охладителем Уже Ну важно Не играть И не строить У себя Вообще того Кем ты не являешься Всем советую В первую очередь Перед Самим Собеседованием Сесть И структурировать Свои знания И навыки Давай Давай Конкретно Структурировать Окей Посмотреть Чего ты Ну хотя бы На свое резюме Посмотреть Где ты работал Чего ты там Достиг Почему ты Оттуда ушел Какие у тебя За это время Были проекты Какие результаты По всем твоим Проектам То есть Каждый Из Каждый Из твоих Ответов Должен быть Цельным И всегда Подразумевать Какой-то результат Каждое Твое действие Которое ты совершал До этого Должно быть Закончено Если действие Не закончено То лучше Не упоминать Ну предположим Я начал Вести Такой-то Такой-то Проект Я Участвовал И Принимал В нем Точнее Принимал В нем Участие У меня были Такие-то Обязанности Такие-то Задачи И у меня Были Такие-то Результаты С моей Командой То есть Примерно По такому Принципу Отвечать И самому Структурировать Все свои Знания Чтобы ты Определил Ситуацию Что ты делал И определил В конце Результат Стоит ли Приходить В костюме Или Подготовить Пару Интересных Шуток Пирог С собой Принести И всех Угостить Такие вещи Дают Бонусы На самом деле Или нет Если ты Идешь Собеседоваться В банк То я думаю Стоит Придти В костюме Если ты Идешь В IT Компанию То в костюме Приходить Не стоит Но и в костюме Как в костюме Огурца Краба Рак Или еще Коунинг Так и Костюме От Канали То есть Одеться Так Как Одеваться В этой Компании Постараться Опять же Мой принцип В принципе Все что я Говорю И пытаюсь Донести Что Ты Такой Какой Есть Прекрасен И просто Структурирует В своей голове Всю информацию Весь Свой Предыдущий Опыт Все свои Проекты И с этим Иди Строить Из себя Кого-то Кем Ты Не Являешься Не Стоит Потому что И купят Ты до того Кем Ты Не Являешься И тебе Придется В течении Года Двух Трех Или Может быть Вообще Одного Месяца Делать Вид Что Ты Тот Кто Был На этом Собеседовании И у Тебя Снова Будет Внутренний Диссонанс Поэтому Не Стоит И Мой Месседж Таков Что Ты Как Ты Ты Выбираешь Точнее Работодатель Тебя Выбирает Но и Ты Выбираешь Работу И Ты Знаешь Кто ты Есть И с Каким Бэкграундом Ты Идешь Я Похожа На Коуча Уже Ты Не Знаешь Кто ты Есть Прониклись На Собеседованиях На Этих Интервью Ты Быстро Ложь Определяешь Что Человек Врет Или Что Такое Уже Нет Я Очень Доверчивая Я Вообще Не Быстро Определяю Врет Человек Нет Некоторые Некоторые Рекрутеры Получали Первое Образование В качестве Психолога Единственное Образование В качестве Психолога Возможно Они Как-то Определяют Когда Человек Чешет Нос Или Держит Сюда Замочку Но Есть Другие Способы Это Вопросы Которые Задает Рекрутер Перепразирование То есть Различные Методики Для того Чтобы Понять Обманывает Себя Человек Или Он Может Когда Ты Задаешь Вопрос С одним Порядком Слов Тебе Выдать Одну Информацию Когда Когда Через Через Пол Часа Или Через Два Вопроса Задаешь Тот же Вопрос Но Перепразировал Его Он Может Задавать Тебе Другую Информацию И Когда Ты Начинаешь Докапываться Тогда Ты Начинаешь Уже Больше Проникать В Именно Эти Вещи Которых Он Собрал Или Обманул Тебе То есть Методики Определенные Существуют Какие Рекрутеры Используют И Я думаю Что Здесь Не стоит Доверять Интуиции А стоит Проклушать Объективно Воспринимать Данные Но Даже Если Тебя Обманули Которых То Потом У тебя Есть Куча Методов Для Того Чтобы Проверить Насколько Эта Информация Была Достоверна Например Рекомендации Смотри Часто Просят Типа Дайте Телефон Прошлой Команды Или Руководителя Ты же Понимаешь Что Многие Могут Дать На самом деле Телефон Друга Какого Который Совсем Не Руководитель Ты Позвонишь Им Он Наврет Как Ты Такие Вещи Проверяешь Как Я Проверяю Руководителя Нет Во-первых Я Смотрю Всегда Профили В Линкдейне Если Нет профиля В Линкдейне Я Смотрю В Фейсбуке Если Нет Профиля В Фейсбуке Я Стараюсь Найти В Этой Компании Своих Либо Бывших Кандидатов Либо Ребят С которыми Я просто Достаточно Хорошо Общаюсь Слава Богу Круг Достаточно Широкий Ребят С которыми Я общаюсь В Биндейле И В Ит И Таким Образом Ты Узнаешь Об этом Человеке Не только У Тех Рекомендателей Которых Он дал Но и Тех Ребят Которые Возможно Пересекались По разным Проектам То есть Социальные Сети Тоже Смотрят Да Смотришь Странички Какая Страничка Должна Быть А какая Не должна Быть Чтобы Ну Привлечь Те Или Не Оттолкнуть Хотя Ну Тут Тоже Должна Быть Не Должна Быть Это Очень Наверное Субъективно Ну Окей Что Может Оттолкнуть Какие Очень Категоричные Вечеринки Нет Не то Чтобы Там Фотографии Вечеринки А Какие Категоричные Радикальные Заявления В Постах Например Все Мы Можем Отталкиваться В принципе От Философии Компании И От Политики Культуры Которая Есть Компания Если Компания Либеральная Или Демократичная Она В принципе Не приемлет Категоричных Радикальных Заявлений То Соответственно И кандидатам Хотели Найти Такого Положительного И Во всем Во всем Демократичного Извините Что я повторяю Тысячу раз Это не те же слова Извиняем Вот Но Оттолкнуть Могут Какие-то Радикальные Заявления Оттолкнуть Могут Если Мы Ищем Кандидата Какую-то Определенную Команду Предположим Международную Команду У кандидата Есть Какие-то Российские А Вы Казиатам Ищите Да Было такое Да Были ситуации Когда Предположим В команде Мы же Наверное Не обсуждаем Политику В команде Предположим Были Россияне И На тот момент Почему-то Все кандидаты Которые подбирались Были украинцами И Украинцы Очень Плохо Тогда Относились К России И Как-то Не сложилось Это Не потому Что Кандидаты Были К Россию А потому Что На тот Момент Была Обстановка Накаленная Ситуация Такая И На это Стоит Обращать Внимание И Конечно Когда Ты Видишь Простеризм Тебе Ничего Не Поможет Понять Как Человек Настроен И Насколько Его Трогают Какие-то Моменты А Социальные Сети Они Уже Более Открытые Ты Уже Видишь Чем Человек Живет Никогда Не стоит Ставить Принк Крест Но Есть Звоночки Которые Стоит Проверять При Общении Смотри Ищут Когда люди Работают Ищут Работу В компании Рога и Копыта Набирают Отзывы О компании Рога и Копыта О работе Рога и Копыта И я так Понимаю Что Уже Все это Проплачивается И Компании Между Собой Конкурируют Друг На Друг Вот Эти Гадости Заказывают Я Правильно Я Понимаю Знаешь Это Уже PR HR Брендинг Я Наверное Не могу Сказать На все Что Я Точно Знаю Как Это Все Работает Как Это Происходит В Больших Компаниях Крупных Потому Что Брендингом Я Не Брендингом Я Не Занималась Ну Конечно Сказать Не Идите В Игру Идите В Регейминг Можно Слушай Галин А вот Такой Вопрос Ты Добрый Или Злой Рекрутер Ой Я Очень Добрый Я Вообще Мяшка Мне Ну Знаешь Мнения У нас же Фидбэки Собирались Мнения Как-то Разделялись Тоже В Довесимости Поэтому Я Всегда Говорю Что Все Относительно Все Было В Довесимости От Того С Каким Харинг Очень Нежный Грубый И Те Кто Был Посерьезнее Говорили Что Я Очень Апатична И Очень Милая Те Кто Неженка Природы Говорили Что Я Достаточно Удобная Женщина Так что Порядно Ты просто Равни ситуацию Люди Приходят У них Добрый Рекрутер И они Радостные После него Выходят И думают Ну 100% Взяли И ситуацию Когда После злого Выходит Ну 100% Не взяли Кому Будет радостней Представляешь После злого Рекрутера Ему Звонят И говорят Тебя Взяли Ну Смотри Тут После злого Рекрутера Ты можешь Подумать 100% Не взяли И начать Искать Другую Работу Тут Тебе Звонит Злой Рекрутер Делает Тебе Офер А ты Знаешь Что Мне как Было Быть Таким Злым Я Уже Нашел Другую Работу Поэтому Я думаю Что Лучше Быть Хорошим Адекватным Рекрутером Который Это тебе Хорошо Видишь Как ты говоришь Я понял Да Профессиональная Деформация Скажу Не обидеть Окей Значит Мы Резюме Написали Нас взяли На работу Отлично Прошли Самосед Отработали Получили Опыт Сидим Все здорово И тут Нас Начинают Хантить То есть Из других Компаний Звать И зазывают И зазывают И допустим Вася Петров Согласился Согласился И уходят В ту компанию Вот к таким людям Которых схантили Потом Как к ним Относятся В тех компаниях Откуда они ушли И в тех компаниях Которые они пришли Ну то есть Типа Приедал Серийную убийцу Не нанимают Приедал Или этот парень Как Этот парень Вынести Он первый Бежит Он просто Любит жизнь В общем Как относится К таким признакам Все Я наверное Стану Это повторять Сегодня Но Все Очень Относительно Известит Ситуация Если Кандидат Завершил Проект То есть На своем Предыдущем месте Если он Выполнил Обязательства Которые у него Были Перед Компанией А этот Опять же Проверяется Рекомендациями И В принципе Самими Ответами Кандидата Насколько Он ответственно Подходит К Исполнению Своих Обязанностей И реализации Проекта Которые У него возложены Вот Если он Все это Делал Завершил И с чистой Совести Перешел То Класс Будет Хороший Кандидат Он Молодец Значит Если у него Будет Перед нашей Компанией Обязательства То он Тоже Завершит Скорее Всего И Даже Если Его Будет Анти Кандидат Более Лучшее Место То Он Сделает Все Что от него Зависит На Нынешний Если Кандидат Уйдет По-человечески Да Если Кандидат Обрывает Все связи Говорит Приходит На следующий день Говорит Короче Я От вас Ухожу Ребята То Это Звонок И Это Звонок Для рекрутера Чтобы Проверить Человек Еще раз Вообще Его мотивацию И Основные Какие-то Так Может Те ребята От которых Уходят Там Такие Ребята Что Да Так Это Можно Проверить Поговорив С ребятами Посмотрев На То Какая Это Компания Какие У нее Проекты Какая Репутация Какие Отзывы Предыдущих Сотрудников Этой Компании Которые Тоже Ушли Что Думают Об Этой Компании Те Кто Там Остался То Еще Проверяется Абсолютно Скажи Ну а ты можешь Таких Пару Историй Неадекватов Про Неадекватов Нам Рассказать Каких-то На собеседованиях В костюме Королы Чтобы Голой На что Прихоряем Есть История Наверное Даже Была В сети Когда Кандидат Пришел С палаткой И сидел У В офисе В арбейне Но Назвать Это Неадекватом Да Наверное Нельзя Можно Называть Человеком Которого Очень Высокая Мотивация Так он Раньше Работал В ВГ Потом Ушел Потом Снова Хотел Вернуться Его Не взяли Почему Не взяли Его Не взяли Наверное Что-то Дело Не очень Хорошее Может быть В базе Ичаров Было Что-то Написано Такое Вот Итак Мы говорим Мы говорим Про Неадекватные Какие-то Ситуации Знаешь Наверное У меня В моем Опыте И опыте Моих Близких Коллег С которыми Мы Работали В одном Направлении Не было Неадекватных Бывают Достаточно Агрессивные Агрессивные Но Это Те Люди Которых Ты Хантишь И Которые На данный Момент Играются Пассивными Кандидатами И Они Не заинтересованы В поиске Работы Они Бывают Очень Агрессивные И Негативно Реагируют На твои Звонок Или На твои Инвайты Но Так как Вся информация Сохраняется Бывает Такое Что через год Или через два Им это Аукнется Когда они Откликнутся На твою позицию А как ты хантишь Так звучит Просто как будто Ты пишешь В социальных сетях Привет Солнышко Не хочешь Вечером Типа общаться Ну Так конечно Бывает Типа Он приходит На встречу Думает Свидания А я могу рассказать Как я неадекватно Хантила Вот Однажды Первая Одна из первых Позиций На которой Я искала Кандидатов Когда еще работала В качестве Сорства Это просто Кандидатов Вот Это была позиция Моушн-дизайнер И почему-то Я обнаружила Что все Моушн-дизайнеры В основном Тусовались В ВК В группах ВКшных И как-то Они там Заливали Вот Вот И я так Общалась С одним Из моушн-дизайнеров И параллельно У меня В чатике В мессенджере Был чат С моей сестрой И она У меня спрашивала Как ты потусила И тут я Стою В столовой В очереди И Приоттачиваю Фотографии С ухом Но я Приоттачиваю Не в чате К сестре А В чат Кандидатов С которым Общаюсь После этого Написала Ну конечно Я обязательно Привью В вашу компанию Вот Так что Видишь Даже Солнышко Давай пообщаемся Фотку Приоттачить В комментариях К нашему подкасту Потом Чтобы видео добавить Чтобы нас Побольше людей Послушало Обещаешь Да Смотри А в какой момент Собеседования Интервью Ты понимаешь Что ты скажешь Человеку нет Но нужно еще Типа полчаса Поговорить Что так принято Типа Допорядочность Ну да Чтобы Черт Делаешь Что ты говоришь Нужно еще Поговорить Полчаса И что я делаю Ну то есть Ты уже понимаешь Что кандидат Нет Не подходит Но ты еще Полчаса Общаешься Чтобы Не обидеть Может человека Еще что-то Да Делаю А почему Сразу не говоришь Типа Она же Добрый рекрутер Ну во-первых Добрый рекрутер Во-вторых Во-вторых Это Вдруг он агрессивный Неадекватный Да Вдруг это влияет На Да На чарльзи Возможно Кандидат Нам и не подходит Но через Год Или через два Он дорастет И будет Подходить На одну Из Нужных Грёсток То есть Может быть Он будет Подходить На какую-нибудь Из позиции Которые у нас Открыты А он запомнил Что с ним Пообщались Здесь 15 минут И подумал Да ну нафиг Я не пойду Пойду Будь злым Рекрутером Больше Никогда Обидеться Или Может быть Через полчаса Раскроется Что-то Что даст Мне возможность Понять Что этот кандидат Может быть Не подходил Конкретно Какого Карин Он же Конкретно Какую-то Позицию А вот Бац И он Сейчас С ним поговорим И он подойдет В другую Предположим Так Слушай Тогда Добавим В конце Нашего Подкаста Небольшой Нератив Правильно Я понимаю Что ты Работала В Варгейминге Варгейминг Да Топовой Компанией Не то Что в Беларуси А по исследованию Ярополка Раша Топовой Компанией В СНГ По зарплатам И значит Пару месяцев Назад Ты решила Уйти из ВГ В никуда А потом Нашла Что-то другое Ты мне скажи Что двигало Тобой Когда ты уходила Из Варгейминга То есть С Олимпа Куда-то В никуда Почему ты это делала Чего как-то Не сиделась Все же хорошо Ну Говорит моя мама Что Я больная Ладно Не так Хорошо Ну Адекватный Добрый рекрутер Ну вот я правильно Ответил Ну в принципе На этом будем Заканчивать Ну и все же Ну в общем Знаешь Ты уходишь Из большой Компании Ты понимаешь Что уже Не ее бренд Ведет себя За собой А ты вот Сама Одна Определяешься В пульском направлении И Я представляла Что это примерно Так И мне хотелось Это почувствовать И это Нелегко Сознать Я не знаю Вы уходили Из Варгейминга Или нет Вот Ну я вот Между нами Ухожу Из Варгейминга Неделя В общем Я тебе сейчас Расскажу Ты такой привык Что ты знакомишься С новыми людьми Представляешься Вопрос В принципе Кто ты Что ты Ты отвечаешь Я там Рекрутер Я работаю В Варгейм И все таки О класс Интерес к тебе Сразу повышается Тебе и делать В принципе Ничего не нужно Потому что А ну потому что Ты рекрутер Понимаешь Когда я представлялся Кто я Как бы особо Интерес не было Ну нет Мы с тобой Ездили на Риф И одно слово В Варгейминг Привлекало внимание Да И в общем Сразу к тебе По-другому Относятся И я же говорю Что интерес Сразу повышается Потому что Компания Уже Все сделала За тебя И в принципе Многим Интересно Больше узнать О ней О работе В компании Оправда ли Что у вас Какие-то там Плюшки Оправда ли Что Там Ваш топ-менеджмент Заменяется Оправда ли То что Вот Вы выпустили Какую-то там Фичу Или оправда ли Что вы не отвечаете Своим Ну в общем Всякие разные вопросы Такая Ну вообще Нафига Они мне задают Эти вопросы Я вообще Не знаю Что надо Есть Ну вот Но конечно же Компетентно отвечаешь Что ты Всегда Представляешь Свою компанию Где бы ты ни был Компания ведет Имя компании ведет Тебя За собой И ты 24 часа в сутки Сотрудник компании Варгейминг Потому что Если тебе пишут В социальных сетях Тебя добавляют В скайпе Или Тебе что-то Предлагают Ты всегда Представитель компании Варгейминг Должен об этом помнить Должен Нанести Как-то Эту культуру Компании У меня был Кстати Чудесный Случай Когда Ну все Наверное Знают О Компании О корпоративах Компании Варгейминг И перед Новым годом У нас В этом Новом году В 2015 В 2016 Был Корпоратив С плюс 1 Мне Вконтакте Писали В фейсбуке Ребята Примерно Тогда 23 лет Сообщения Может быть Ты хочешь Чтобы я Стал Плюс 1 Примерно Что-то Вроде И я Конечно Хотела Так Ты что-то Ушла-то От этого Я не понимаю Тебе это Не нравилось Или что Да Я Поняла Что я Теряю Себя Сейчас Все думают Блин С жиру Беситься Наверное Да Что Как-то Я И через месяц Ты будешь С палаткой Стоять Варгейминге Мы вдвоем Слушай Ну вдвоем Будем стоять Да И Говорить Ну как-то Знаешь Наверное Я могу Рассказать И другую Историю Что Мы уже Сказали Ну то есть Правильно Я понял Типа Время Пришло Время Твое Лично Не то что Плохо Просто и почувствовал Типа Пришло Время Подул ветер Ой Ты вот Сейчас Ты просто Мою речь На 10 минут Сейчас Одной фразой Вы перед этим Созванились Я не понял Ну ладно Я сейчас Постараюсь Быстро В общем Компания Да Сказаешь Варгеймер Одна из лучших Компаний В СНГ Все Про нее Наслышаны И если Сейчас Думает Принимать Предложение ВГ То я считаю Что его Стоит принять Потому что Опыт Он получит Полосальный И каждый День Будет Как новый Что касается Моего Ухода То Первые полтора Года Я работала В отделе Называется Parent Acquisition Я сейчас Серьез Направление General И Если Просто То Это Которые Специалисты Которые Хороши В маркетинге Пиаре И продюсировании Ну и купер И у меня Тогда был Чудесный Руководитель Просто Очень крутой Профессионал И отличный Человек Наташа Ростовская Наташа Мы вместе С ней Работали В одной Команде Я под ее Начала В течение Наверное Полутора лет А я очень Привыкаю К людям И скорее Они делают Мое настроение Мою работу Мою компанию Чем все Странные Министики До этого Я сказала Что Меня собеседовал Крутой Рекрутер Вика Вилнова Вика Лабун И вот У меня Руководитель Наташа Ростовская В общем Практически В каждую Компанию Которую Я выбираю Я прихожу За счет Тех людей С которыми Я контактирую И поэтому Я такой Очень Наверное Хороший Рекрутер Потому что Насколько Он хорош Он будет В некоторой Степени Определять Пойдешь Ты в эту Компанию Или нет Ну и так Эти люди Определили Мое желание Работать И в этой Команде И в этой Компании Я к нему Очень привыкла Привязалась И Наташа Покинула Компанию Этой осенью Она уехала Обратно В Киев Она сама Из Киева Она отработала В БГ Три года Три года В качестве Тимбеда Рекрутера Тимбеда Моего направления И сейчас У нее Профессиональный Тайм-аут Вот Она там Прекрасна Очень счастлива И Показывала Мне Хороший пример Вот И после Наташи Сменилось Направление Моей работы Меня перевели В IT Направление Поиск IT-специалиста Почему Жизнь Не то чтобы Не готовила Но я всегда Любила Подбирать Больше Пиарщиков Продюсеров И Видеомонтажеров То есть Мне всегда С ними было Намного Более интересного Да Я в принципе И сама Заканчивала Социально-административный Моначмент И Дополнительно Как-то развивалась У меня В принципе Уже было Достаточно Много знакомых В этой Сфере В этой среде И поэтому Мне было Интересно В общем Изменилось Изменился Мой руководитель Изменилось Направление В HR-отделе Тоже Начались Разные Изменения Связанные С Новыми HR-директорами И В принципе Я и мой Новый руководитель Мы как-то Поняли Что Чистый Рекрутинг Который Пришел В отдел Тэрик Кризичный С всеми Алгоритмами Работы Полиси Четко Поставленными Выдачами Которые Нужно Выполнять За крайне Короткие Сроки Это Мне не Подходит Потому Что Я чувствую С себя Роботом Это Как будто Немного Мое Я Прямо Когда Приходила Я Смеялась На Людей Которые Любят Работу С Стало Очень Много Систематизированной Работы Я Человек Креативный И Вот Я Приняла Решение Уйти Отдохну Скажи Правильно Я понимаю Что Однажды Попав В большую Компанию Серьезную Ты Навсегда Вступаешь В этот Клуб И Теперь Тебе Легче Будет Из одной Большей Компанией Переходить В другую Большую Компанию Ты В закрытом Элитном Клубе Ну Да После того Большой Компании Ты Ищешь В большинстве Случаев Наверное Работал Тоже В большой Компании Почему Потому что Работа В большой Компании Обусловлена Не только Масштабами И Глобальными Проектами Но и Она несет За собой Определенные Социальные Гарантии Определенный Статус И ты уже К ней привык И тебе Сложно Будет Начинать С чего-то Требого Но Нет Я имел Это тебе А другой Большой Компании Ага работал Там в ВГ Идешь работать Не знаю Там в Майкрософт Ты такой Ну ребят Как бы Наш человек Да А другой парень Из маленькой Компании Как бы Он меньше Не имеет Этого бонуса Это Правда Зачастую Вот это то О чем я Говорила Немного выше О том что Бренд Компании Ведет себя За собой И Он Как ты работал На него В свое время Так он потом Работает Не всегда Типа Бывший ВГ Это буду Варгейм Да Бывший ВГ Ну я тебя понял Слушай Ну Я по-моему Что-то Сори Что я тебя Перебила Но Да все в порядке Не переживай Ладно Я уже Забыла Что хотел сказать Ну ладно Ты хотела Сказать Чтобы на нас Подписывались Ставили лайки И делали репосты Блин Я хотела Пошутить Что типа Что ради этого Я там пришлю Какой-нибудь Фоточку Может Или нет Фоточек Ню Что Ну просто Придется Вечеринки Пришли Просто Да Ты с той Вечеринки Пришли Любопытно Что за фотка Что за фотка Был Это два года назад Уже Ну отлично Десять лет Еще не прошло В тот момент Слушай Ну если бы я прислала Свою фотку В 15 лет То я не знаю Что Ждем В комментариях Пришли все фотки Какие есть Наши зрители Наберем Тысячу лайков И Галина Пришлет Фотографию В 15 лет Точно Господи Как я сам До этого не додумался Тысяча лайков Ладно Или 18 18 18 Чтобы Все было законно 18 лайков И Галина Вышлет Точно Всего лишь 18 лайков Галина Ну спасибо Что пришла Что рассказала Так все искренне Подробно Будем К тебе Теперь обращаться За советами Всегда Это Преимущество Ведущих Подкастов Желаем тебе Найти себя Там И никогда Не пожалеть О своем поступке Наверное Я думаю Что вообще Жалеть О своих поступках Это гиблое дело Ребят Спасибо вам большое Ты расскажи Это тому парню Который пришел С палаткой Стоял Ты не зарекайся Ну конечно Вы я думаю Слышали Что вся моя Речь Была проникнута Тем Что нельзя быть Категоричным Не стоит зарекаться Но тебе важно Знать Кто ты есть И наверное Самому Себя Найти Прежде всего И когда Ты найдешь себя Ты будешь Поделять Маленькой тебе Компанией Работать Или большой Компанией Или вообще Отдельно Работать Спасибо большое Что позвали Если у вас больше Не попросят Я просыпаюсь В благодарности Желаю вам Хорошего Ну а просто Только один Когда фотку пришлешь Это мы как бы Заслушатели Задавим Слушай Ну давай посмотрим Вообще Интересно ли я буду Слушателем Если да Особенно если С фон На вторую серию На вторую серию Притягиваем Хорошо Более подробная тема Личная жизнь Чар Как устраивать Прикрутер Личную жизнь Как устраивать вечеринки Ты нам тему подсказала Все спасибо Дим запиши Обязательно Я уже могу Практически Рассказать Историю Но все время Закончено Да Ну окей Всем удачной Рабочей недели Пока Да Спасибо большое Все пока Айди подкаст Две Старицы